Окружающая нас действительность, она практически всегда нас подавляет и не дает повода, особого повода для оптимизма, который говорит, что у тебя ничего не получится, то у тебя нет шансов, которые показывают нам целый список вариантов, почему у тебя не получится, целый, знаете, такой большой список нам рисует, реальность, действительность. Иногда хочется просто закрыться от всего, открыться одеялом, включить телевизор и смотреть сериалы, ничего, ничего, никуда, никуда особо не двигаясь. И на самом-то деле это нормально, потому что написано, что мир лежит возле, такова действительность. Но Библия говорит также нам, что праведный верой жив будет. Вставая с утра и смотря на все окружающее, что все так плохо и так печально, ты включаешь такой, знаете, режим веры и просто идешь вперед, несмотря ни на что. Друзья, мы живем в мире, который весь лежит возле, как говорит нам Слово Божье. То есть окружающая нас действительность, она не является такой, знаете, хорошей, положительной, сопутствующей она в нашем движении вперед, который подталкивает нас к каким-то успехам, вдохновляющим, скажем так. Нет, друзья, действительность на самом-то деле, она довольно-таки мрачная. И зачастую, когда мы просыпаемся с утра, смотрим новости, да, все плохо, окружающая нас действительность, она практически всегда нас подавляет и не дает повода, особого повода для оптимизма. И иногда хочется просто закрыться от всего, открыться одеялом, там, включить телевизор и смотреть сериалы. И ничего, никуда, никуда особо не двигаясь. И на самом-то деле это нормально, потому что написано, что мир лежит возле. Такова действительность. Но Библия говорит также нам, что праведный верой жив будет. И знаете, для того, чтобы преодолеть эту реальность и действительность, для того, чтобы наша жизнь, она действительно менялась к лучшему, чтобы нам двигаться вперед, чтобы нам чего-то достигать, чтобы нам преодолевать какие-то проблемы, какие-то барьеры, которые стоят у нас на пути, нам необходима вера. Знаете, вот вера — это та сила, которая помогает нам, несмотря на печальную действительность, она будет нас просто двигать вперед. Вставая с утра и смотря на все окружающее, что все так плохо и так печально, ты включаешь такой, знаете, режим веры и просто идешь вперед, несмотря ни на что. Вот это учит нас Библия, друзья. Вера, она помогает преодолевать вот ту реальность, в которой мы живем, которая говорит, что у тебя ничего не получится, то у тебя нет шансов, которая показывает нам целый список вариантов, что у тебя нет шансов, что у тебя, почему у тебя не получится. Знаете, такой большой список нам рисует реальность, действительность. Написано «Праведный верой жив будет». То есть ты включаешь веру и, несмотря на все это, прешь вперед. Делаешь то, что тебе нужно делать. То, что ты знаешь, что тебе нужно делать, то, что тебе Бог открывает, ты это делаешь каждый день, несмотря на обстоятельства и на реальность. Этим принципом на самом деле живут все люди, которые чего-то достигают в этой жизни. Даже если они не верят в Бога, то есть они умеют верить в себя, в свою цель преодолевать. То есть когда 95% людей, они просто текут по течению, куда подвержены обстоятельствам каким-то жизненным, небольшой процент людей, умеющих жить верою, на самом деле, они движутся вперед, несмотря ни на что и не достигают результата. Просто если не действовать по вере, то окружающая действительность, окружающий мир будет постоянно нам говорить, ты просто сиди, ты не рыпайся, ты просто жди. Возможно, что-то когда-то изменится к лучшему. Возможно, новый президент у нас появится, еще что-то у нас появится, что-то изменится в нашей жизни. Вот зачастую многие люди таким образом живут, и таким образом, друзья, жизнь абсолютно не будет меняться. Вообще, вообще, от слова вообще. Если мы что-то, знаете, надеемся и просто ждем, то вот от этого точно никаких абсолютно изменений не будет в нашей жизни.